Легендарный советский грузовик стал символом блокадного Ленинграда. Именно на этих машинах перевозили продукты по дороге жизни. Той единственный, что соединял осажденный город с большой землей. Для десятков машин такой рейс мог стать последним. Из трех тысяч автомобилей, которые были задействованы на дороге жизни, более полутора ушли под лед. Рязанские дайверы решили отдать долг памяти защитникам Родины времен Великой Отечественной войны и приняли решение провести эту поисковую операцию, которая получила название «Вторая жизнь полуторки». Сам подъем, учитывая то, что Ладога, она больше похожа на море, только достаточно берегу. Другого берега не видно. И там бывает и шторма, и волны по 3-4 метра. То есть нужно, чтобы нам еще повезло с погодой. Все остальные научные, вот эту техническую часть мы продумали, что-то уже испытали. То есть готовимся к тому, что в начале июня поедем и будем поднимать с одного ладоги автомобиль. Только один организованный этап экспедиции, как говорят подводники, занял почти два года. Они выезжали на Ладогу, определили место, где была затоплена полуторка, определились технологии подъема автомобиля, а также получили разрешение на проведение экспедиции. Организаторы отмечают, что принципиальным моментом для них является то, что проект работает на некоммерческой основе. Участники-организаторы работаем в ней на безвозмездной основе. Хотя на специальное оборудование для подъема, для подводной связи нужно немалое средство. Поэтому особые слова благодарности хочется сказать директору о промграждан проект Кираковскому Валерию, который принимает непосредственно участие в организации нашей экспедиции. Будущая находка попадет в музей. После подъема автомобиля его предстоит восстановить. И после реставрации полуторка обретет свою вторую жизнь в экспозиции автомобильной техники музея истории ВДВ. Самое сложное это, наверное, восстановление двигателя. То есть раму и ходовую часть еще как-то можно что-то выточить, что-то придумать. А вот двигатель времен войны, который выпускался очень давно и таких уже запчастей совершенно нет, придется как-то изыскивать. Хотя эти машины же выпускались по лицензии Форда, поэтому какие-то детали придется заказывать, может быть, даже за рубежом, чтобы все это было для защиты. То есть они совпадают с каждым. Уже в июне дайверы Рязанского подводного клуба «Одиссея» осуществят подъем грузовика со дна Ладожского озера. А презентовать экспонат в стенах музея ВДВ планируют к 9 мая в следующем году.